Два дня, которые у нас уже прошли, были очень интересны и насыщены. Мы получили очень много положительных отзывов. Вчера, на мой взгляд, был очень интересный день, особенно сессия сравнения себя, где наши участники могли рассказать о реальном своем бизнесе, рассказать свои недостатки, преимущества. И наши эксперты им дали советы, как правильно и что делать, чтобы их бизнес дальше развивался и становился лучше и лучше. Сегодня у нас стартует третий день нашего делового форума «Альфа Бизнес Лиг». Сегодня наши спикеры Алексей Иванов, Михаил Смолянов и сотрудники компании Mail.ru расскажут очень много интересного про интернет. Каждая теперь, не знаю, компания, организация, у которой есть какой-то продукт или услуга, они имеют свое представление в интернете, то есть через сайт, через какое-то приложение мобильное. Если мы говорим о таргетированной рекламе в соцсетях, то здесь более широкий спрос. Тут вы можете, например, представляя свою аудиторию, например, это девушка 25 лет, которая интересуется платьями, косметикой, семьей, кино. Указав вот эти, например, настройки, вы можете показывать свою рекламу именно на эту аудиторию. То есть даже если они не вводили какие-то запросы в поисковик, то вы, зная свою аудиторию, покажете рекламу именно тем людям, которые потенциально могут купить ваш продукт. Мое выступление будет посвящено контекстной рекламе, тому, как использовать инструмент контекстной рекламы для привлечения клиентов и основной акцент я сделал на том, что нужно не просто еще больше денег на рекламу потратить, а на то, как сделать ее эффективнее, какие новинки появились за последнее время и что можно сделать, не вкладывая лишних денег. Мой совет всегда, прежде чем что-то делать, нужно подумать. К сожалению, видно, что многие куда-то бегут, не поняв, куда бегут. А мы сайт сделали, правда, не очень поняли, какой нам нужен сайт. Мы рекламу ведем, но мы не очень понимаем, почему такое ведем. У нас там кто-то занимается, мы не очень понимаем, чем он занимается. Нужно сначала подумать и как раз за счет этого и сэкономить деньги, за счет того, чтобы сделать грамотнее. Я хочу сказать, что Алексей Иванов, его подача, его выступление зажгла публику, потому что, во-первых, и простота языка, шутки, которые он применяет, хотя это сложная тема, да, то есть как присутствовать в интернете. И вот эти все специфические слова как-то все-таки донесены, были просто и приятно, в общем-то, было слушать человека и воспринимать. И вот на данный момент просто состоялась с ним встреча, пообщались, и он вообще не очень приятный человек, да, то есть откликается и готов просто делиться своими знаниями, умениями. И говорит, пишите, звоните, готов поддержать, какие-то советы дать. Вот прекрасная, замечательная обратная связь прямо уже на этой конференции. Очень понятная цель посещения участников, и нам понятно, что нужно по информации у Дениски. И вот показательно вчера, когда так приехал со мной, кроме сотрудников «Фальфобанка», никто в зале не здоровался до выступления, потому что никто меня не знал. Сейчас я пришел, до чашки кофе дойти было очень сложно, потому что практически каждый второй говорил, «Алексей, вот у меня вопрос после вчерашнего, я еще подумал, вот хочется уточнить». То есть видно, что зацепила эта тема, заинтересовала. Это, конечно, важно и приятно. Я обязательно еще приеду летом, когда будет погода хорошая, чтобы еще съездить на Алтайпе в хорошую погоду, не в мокрый снег. И как раз посмотрю, кто что успел к тому времени сделать. Субтитры создавал DimaTorzok